Деньги любят счет и обожают безопасность. Мы считаем вашу выгоду и хотим, чтобы ваши финансы приумножались. Я Екатерина Кузьминых и в этом выпуске программы за деньги поговорим про подготовку к отпуску. Весной самое время думать о лете. Солнце, море, плеск волн или горы. Кто не любит отпуск? А если хорошо отдохнуть, то потом и работать легче. Так что стоит рассматривать отпуск не как бесцельно прожитое время, а как самые настоящие инвестиции в вашу карьеру. У нас программа о деньгах, поэтому даже отпуск для нас это возможность найти новые способы сэкономить или заработать. Поэтому поговорим о финансах. Если вы не миллионер, то на отпуск придется копить. Увы, но сделать это эффективно не так-то просто. Нужно откладывать регулярно. Например, получили зарплату, часть отложили, ну или отдали деньги супруге. Поверьте, женщины знают, как их хранить. А еще посчитайте, сколько вам нужно к определенному сроку и старайтесь накопить деньги в этот период. А еще заранее посчитайте, какую сумму вам нужно и старайтесь накопить нужные деньги в срок. Какие еще существуют психологические приемы, расскажет наш эксперт. Для того, чтобы накопить деньги, это в первую очередь понимать, зачем мне эти накопления. Для того, чтобы человек понимал, я это делаю не для кого-то, не для родственников, не для детей, не там еще, для себя. Зачем? Мне это нужно. И отвечая на этот вопрос очень конкретно, четко, последовательно, без каких-то эмоциональных окрашиваний ситуации, чтобы появился конкретный план. То есть когда мы хотим накопить, нужно понимать, сколько мне нужно накопить. Копить ради накопления неинтересно. А копить ради того, чтобы увидеть сумму, там, не знаю, миллион. Я вот хочу, чтобы у меня лежал миллион. Вопрос, прием первый. Зачем мне это нужно? Мне лично. Как я буду это делать? Это прием номер два. То есть мне нужно четко понимать, как я буду эту сумму откладывать. Ну и третий момент, на который нужно обязательно обращать внимание, это как раз таки с дисциплины, да. Я оттуда не беру. То есть я коплю для того, чтобы мне потом куда-то эти деньги реализовать. Очень важно, чтобы здесь не было других людей. То есть мне там Петя, Вася, Коля, Наша отдадут, или там я что-то где-то там, да, перепродам и так далее. Это не фактические деньги, которые я получаю. Я могу копить только тогда, когда я знаю, там, 10-го числа мне придет. Зарплата, да. Важная и затратная часть любого путешествия — это билеты. Красноярск, сердце России, находится практически в центре страны. Поэтому, если вы собрались на море, значит, придется преодолеть тысячи километров, ну и, понятное дело, выложить кругленькую сумму за билеты. Главный совет от экспертов по путешествиям — покупайте билеты заранее или в период распродаж. Оптимальный срок для авиатранспорта — от 3 до 4 месяцев до поездки. Тогда цены на билеты самые низкие. Также почти каждая авиакомпания проводит регулярные акции со скидками, ну, кроме, может быть, так называемых лоукостеров. Зайдите на сайт понравившейся авиакомпании и попробуйте найти информацию о регулярных распродажах или подпишитесь на рассылки. Покупка билета по акции позволит снизить его стоимость на 20-30%. А еще участвуйте в бонусных программах авиакомпании. За полеты копите мили, ну и рассчитывайте с ними, или повышайте класс обслуживания. Согласитесь, полететь в отпуск бизнес-классом — это приятно. Итак, вы купили билеты, но поездка еще не скоро. Как подготовиться к отпуску и настроиться на отличное настроение? Об этом далее. Мечтать всегда нужно. Мечтать нужно про, опять же, как я хочу в красках. Вот если, когда мы говорим про накопление, мы говорим про конкретику и рациональность, то, когда мы говорим про настрой, это должно быть максимально эмоционально. Это должно быть максимально со всеми каналами восприятия информации. Запах, какие-то звуки, какие-то вкусовые ощущения. То есть максимально все, на что я могу себя направить. И чем ярче будет это восприятие, чем красивее будет картинка, которую я сама для себя рисую, или человек рисует сам для себя, тем больше мотивации будет к этому состоянию. Я думаю, что каждый из нас, когда готовится к отпуску, прям вот, когда есть конкретная дата, прям зачеркивают календарики крестиком дни. Ну вот быстрее, быстрее. И очень часто бывает, что когда человек наступает этот день, все уже готово, все прекрасно, замечательно. И когда человек попадает непосредственно в место, о чем он мечтал, или в каком месте он мечтал, он начинает разочаровываться. Вот чтобы этого разочарования не произошло, я не перекладываю свои ожидания на то, что я вижу, а я начинаю видеть как раз таки, искать те запахи, про которые я думала, искать те звуки, которые я слышала и так далее. То есть я ищу не опровержение или подтверждение, а усиление того, о чем я мечтала. И опять же ориентация на себя. Вот я хочу отдохнуть. Мне здесь есть сейчас что сделать, чтобы мне отдохнуть? Я хочу пройтись одна там где-то. Ну, окей. Ребят, я пошла. И все. То есть в моменте очень хорошо работает прием здесь и сейчас. Здесь и сейчас я хочу отдохнуть. Мы говорим про свое желание. Да, я мечтала там о чем-то, но так сложились обстоятельства. В любом случае я у себя есть, я могу на это как-то повлиять для самой себя, и тогда я могу точно выйти из этой ситуации. Продолжаем говорить о билетах. Вы думали, мы забыли о железной дороге? Вовсе нет. Если вы любите стук колес, романтику за душевных разговоров и заваренную лапшу, то ванна поезд. На сайте РЖД найдите раздел с акциями и воспользуйтесь скидкой. Например, для студентов есть скидка 25% при покупке купе, а для пенсионеров 15%. А еще есть скидки при покупке целого купе или невозвратных билетов. Кроме того, в этом году снова действует 50% скидка детям от 10 до 17 лет с 1 июня по 31 августа. В общем, зайдите на сайт или проконсультируйтесь в кассах и сможете сэкономить. И еще лично мое мнение. Готовьтесь к отпуску заранее и с позитивом. Побольше узнавайте информацию о тех местах, куда собираетесь поехать. Покупайте гиды, выясняйте подробности про достопримечательности и ваши маршруты. Кстати, во время реальной поездки такая подготовка позволит существенно сэкономить на услугах экскурсоводов. Так что наслаждайтесь предвкушением отличного выпуска. Главное помните, что это ваша жизнь и ваши деньги. И только вы решаете, как и на что их потратить. Я Екатерина Кузьминых. До встречи в программе «За деньги» на седьмом канале.